Сало как продукт питания популярно не только в России, но и в Европе и даже Америке. В каждой стране есть собственные уникальные рецепты его приготовления, от топленого до отварного и жареного. У нас же в России особым спросом пользуется сало соленое. Именно при таком варианте приготовления этот продукт при употреблении его в разумных количествах не только не вредит организму, но и помогает ему полноценно функционировать. Ароматное соленое сало отлично сочетается с отварным картофелем, борщами и тушеными овощами. Рецепты засолки сала поражают воображение своим многообразием и фантазией кулинаров. Один из вкуснейших видов этого питательного продукта – сало соленое в банке. Энтен Пепеп. Сало в банке. Сухой посол такой способ засолки предельно прост как в количестве необходимых ингредиентов, так и в самой технологии приготовления. Простерилизуйте трехлитровую банку, приготовьте пластмассовую крышку. Нарежьте сало кусками среднего размера, примерно 7 на 10 сантиметров. Соль без содержания йодда потребуется примерно 300 граммов, смешайте с черным перцем. Для засолки лучше применять свежемолотый горошек, поскольку он гораздо ароматнее того, что продается уже в виде порошка. Добавьте в смесь 2-3 мелко покрошенных лавровых листика. А если хотите, чтобы сало получилось острым на вкус, не забудьте о красном перце. Тщательно и щедро натрите куски сала, полученные ароматной смесью. Насыпьте на дно банки слой смеси соли и специй. Укладывайте пласты как можно плотнее друг к другу слоями, дополнительно просыпая каждый уровень и заполняя пустые места солью или более мелкими кусочками. Когда тщательно утрамбованное сало достигнет верхнего уровня банки, насыпьте верхний слой соли и плотно закройте банку крышкой. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Если вы планируете длительное хранение продукта, емкость лучше закатать, во избежание взаимодействия сала с кислородом, что может привести к пожелтению продукта и утрачиванию им вкусовых. Ценностей. Храните сосуды под пластиковыми крышками в холодильнике, а закатанные банки в прохладном темном месте, например, в погребе. Приготовление сала в рассоле этот способ замечателен тем, что сало приобретает не только аппетитный запах и нежнейший вкус, но и приятную мягкость. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Соленое таким образом сало можно хранить длительное время, поместив его в морозильник в полиэтиленовом пакете. При этом оно легко режется практически сразу же по извлечению из камеры и наполняет кухню неповторимым ароматом. Простерилилизуйте трехлитровую банку, приготовьте крышку. Заранее вскипятите воду для рассола, чтобы к моменту применения она была чуть теплой. Мелко нарежьте 3-4 головки чеснока, измельчите на кофемолке 15-20 горошин черного перца. Озвучено Яндекс Спичкит. Смешайте специи с водой и добавьте неодированную соль из расчета 5 СТЛ на 1 литр воды. Нарежьте сало небольшими удлиненными пластами, максимум 10 сантиметров в длину. Выкладывайте куски слоями, плотно друг к другу, до тех пор, пока не заполните всю банку. Аккуратно влейте рассол до верха горловины банки. Следите за тем, чтобы им были заполнены все зазоры между кусками сала. Накройте емкость крышкой и поставьте в холодильник на 3-4 дня. Продукт готов к употреблению. Если вы заготовили слишком много соленого сала, по истечении указанного срока, выньте куски из банки, промокните их салфеткой и, сложив пакет, поместите в морозильную. Камеру. Кало горячего засола в банке, рецепт приготовления таким способом немного сложнее предыдущих, но благодаря этому способу вы получите продукт с нежнейшим и изысканным вкусом, поскольку сало. Озвучено Яндекс Спичкит. Томиться в собственном соку, впитывая при этом все ароматы специй. Не слишком толстое сало с прослойками порежьте на небольшие пласты. Нашпигуйте пластины продольно порезанными дольками чеснока, проделав в кусках небольшие надрезы. Приготовьте смеси соли крупного помола, молотого черного перца, измельченного душистого перца, кусочков лаврового листа, красный перец и тмин на ваше усмотрение. Щедро обваляйте сало в смеси соли и специй. Плотно уложите пластины в стерилизованную банку, как можно плотнее друг другу, до самого верха. Поставьте закрытую крышкой банку с салом в большую кастрюлю и наполните посуду водой по плечике банки. Держите сало на водяной бане в течение одного часа, после чего достаньте куски из банки и дайте им остыть. Заверните сало в пергамент, каждый кусочек в отдельности и храните в морозилке. По вкусу такое сало напоминает варенок копченое и в замороженном виде легко режется на пластинке. Как видите, нет ничего более простого в приготовлении и приятного в употреблении, чем ароматнейшее соленое сало. Удачной вам засолки и приятного аппетита! Ставьте лайки! Подписывайтесь на канал! Всем пока!